Заранее хочу сказать своим друзьям, знакомым, родителям, вообще, в принципе, любым родственникам, прошу вас не понимать со мной эту тему для разговора, не спрашивайте ничего, потому что мне действительно некомфортно об этом разговаривать. Я просто хочу оставить своеобразную метку на своем канале, рассказать об этом своим зрителям, друзьям своеобразным. Давайте начнём. Привет всем, меня зовут Олег Антоненко, и знаете, я никогда не думал, что со мной всё-таки это произойдёт. Всем всегда говорил о том, что я женюсь на сцене, то есть мне никто не нужен. У меня будет сцена, тогда я буду счастлив. Большего мне не надо. Как бы это наивно ни звучало, я думал, что я просто для такого не создан. Смотрел на тех людей, которые влюбляются, у которых уже какие-то отношения, и я просто их не понимал. Я думал, ладно, делать, что хотите, мне это всё равно не касается. Знаете, мне постоянно спрашивали подруги советы, несмотря на то, что у меня никогда не было отношений. И я им, естественно, помогал как мог, просто давал какие-то подсказки. Не знаю, насколько они были полезными, но в любом случае, я просто стоял в стороне, помогал им, и меня это вполне устраивало, наверное. И думал, о, это очень мило, это словно смотреть на какой-то сериал, смотреть на то, как развиваются отношения между двумя людьми. Я думал то, что сам до такого никогда не докачусь. Знаете, я думал то, что у меня будут отношения только тогда, когда я решу продолжать потомство. Это, конечно, всё преувеличение, но, тем не менее, примерно так и было. Я это вам говорю, чтобы вы понимали, насколько я вообще, в принципе, не воспринимал отношения всерьёз. Я считал их чем-то бесполезным. Так вот, по традиции я опять буду читать с листочка. Дело в том, что когда я уже понял, что есть какие-то признаки того, что вполне возможно это влюблённость, я сразу начал всё записывать, чтобы потом рассказать вам, сделав тем самым своеобразную выгоду всей этой влюблённости, потому что она мне не нужна, как я тогда думал. На самом деле, с самого начала я просто думал то, что я болен. Что-то со мной не так. Может, давление. Но ни в коем случае не влюблённость, потому что я искренне верил, что это не для меня. Если раньше у меня была стабильность, я просто помогал девчонкам. У меня была сцена, Виктория Джастис, сериалы. Я чувствовал себя прекрасно. Еда ещё была. Да. Но не то-то было. В итоге что-то произошло, словно я заболел. Я искренне верил, что это болезнь. А в итоге оказалось, что это, скорее всего, влюблённость. До конца этого не понимаю до сих пор. Но какие-то непонятные симптомы, когда я вижу этого человека, или даже просто получаю сообщение... В общем, ладно. Сейчас вы сами всё поймёте. Сейчас я прочитаю, потом, возможно, сделаю ещё какие-то выводы. Надеюсь, что вам интересно, и вы останетесь до конца. Перед тем, как я начну, я бы для справки хотел сказать, то, что это всё длилось шесть месяцев. То есть ровно полгода назад, стоп, сейчас уже июль, а я писал ещё предновогоднюю песню. В общем, это примерно случилось где-то в декабре, наверное. В декабре я понял, что, скорее всего, это влюблённость. Сейчас я прочитаю первый анализ, который я сделал где-то в январе или феврале. Первая влюблённость. Знаете, это достаточно отвратно. Я не знаю, как объяснить это ощущение, но ты вечно думаешь об этом человеке. Хочешь быть рядом. Ты так хочешь прикоснуться к этому человеку, не замечаешь недостатки, всё идеализируешь. Я не понимаю, как это вообще возможно. Следующая заметка. Влюблённость – это то ощущение, которое я чувствую внутри, когда вижу человека. Сравнимо с тем, когда тебе говорят, что хотят избить, или то ощущение, когда говорят тебе, что узнали твой самый жуткий секрет. Только ещё при этом как-то сердце обтягивает словно. Я бы не назвал это бабочками в животе, но мне кажется, это какое-то глупое сравнение. Следующая заметка. И самое отвратное, если ваша первая влюблённость не взаимна, и с этим человеком приходится видеться каждый день. Каждый день общаться. Этот человек сам идёт навстречу, иногда сам начинает диалог, но при этом этот человек не чувствует к вам ничего, что чувствуете к нему вы. Знаете, я думал, что это лишь вопрос времени, рано или поздно я выстреливаю, и всё пройдёт, или же меня заметят. Время шло, но ничего не менялось, и тут ты уже становишься на распутье. Либо признаться во всём том, что ты ощущаешь, либо просто отдаляться, чтобы не причинять себе боль. Следующая заметка. Влюблённость заставляет тебя становиться лучше. Знаете, я даже не рассчитывал ни на что. Это так странно, мне хватало даже просто делить компанию с этим человеком. О большем я и не мог мечтать. Я не самостоятельный, не постоянный, не в форме, не готовый всецело быть поглощённым в отношениях. Недостаточно развит как личность в целом, закомплексованный, инфантильный до жути, интроверт, у меня нет работы, постоянно всем недоволен, ною. Никогда бы не хотел быть с таким человеком, как я. Я пользуюсь моментом. Я рассказал о своих чувствах, потому что мне кажется, что я не буду таить себя никакими надеждами. Если я расскажу, мне будет легче двигаться дальше. Не знаю, сработало это или нет. Я не сделал это вчера. Это я уже написал вчера. В конце концов, я думаю, что всё-таки благодарен судьбе, что так получилось, и я влюбился. От многих необдуманных поступков меня защищал просто мысль об этом человеке. Я ещё не нашёл какого-то ответа, как перестать быть влюблённым, какую пользу можно взять из этой ситуации. Если я найду, то обязательно вам скажу. Честно говоря, наверное, всё-таки пользу какую-то я в этом нашёл. Теперь все песни, что я пишу, которые мне образуются в голове и приносят на лист, они теперь достаточно искренние. То есть я всегда думал, что о любви писать настолько легко, но я всегда корил себя за то, что всё, что написано, это настолько фарс, настолько неправдоподобно и просто не имеет смысла, если ты не веришь в то, что ты поёшь. А сейчас я поверил. Спасибо большое, что выслушали меня. Мне кажется, мне было это нужно. Какой-то своеобразный всплеск. Перенести всё, что ты думаешь, куда-то. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Относитесь к людям так же, как хотите, чтобы относились к вам. Всех люблю. Всем пока. Никогда я раньше такого не испытывал. То, что вот сейчас происходит. И это настолько странно, когда просто достаточно сообщения, и всё. И ты уже как будто на краю. Или тебе избить хотя. Не знаю. И когда я смотрю на неё, это даже не тот эталон, который мне обычно нравится. Меня этот человек даже подбешивает. Но, тем не менее, почему-то я же влюбился. Я этого не понимаю. Для меня до сих пор это остаётся какой-то загадкой. Но зато, опять же, так много вдохновения я ещё нигде не брал. Так много эмоций в глубине сидит. И настроение постоянно меняется. Ты не понимаешь вообще, что с тобой происходит. И почему с тобой это происходит. У меня никогда не было так часто депрессий. Раньше они, вполне возможно, были даже немного необоснованными. То есть, я просто в слоне искал иголку. Так говорят вообще. Алло, Олег. Я искал в сене иголку и раздувал её. И делал из этого огромную проблему. И крустил по этому поводу. А сейчас я как будто нахожусь в иголках. И ищу сено. Я не знаю, как это переживать вообще. Сколько бы я не смотрел сериалов про влюблённость, волшебным образом. Всё так получается, что у них появляются взаимные чувства. И всё. Все счастливы, все довольны. И при этом, опять же, что странно, я не хочу отношений. Но к человеку-то тянет. И что делать? Не знаю, что делать. Всё плохо, в общем. Или всё хорошо. Противоречивость, видите? Как будто у меня ПМС. Месячное. Опять, наверное, неправильно использую в контексте. Не суть. Просто понимаете, вот... Что это такое? Зато я высказался. Это что сейчас у меня творится в голове. Единственное, что я в этой ситуации хочу, это сам со всем этим справиться. Потому что я никогда не прибегал ни к чьей помощи. Именно в эмоциональном плане. Занимался самокопанием. И всегда мне это помогало. Это, наверное, неправильно, но работает. И в чьей-то помощи я нуждаться не хочу. Вот так как-то. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.